О мотивах Марина Цветаева и в творчестве Аллы Лепницкой мы поговорим попозже. Но получилось так, что она ввезла картины для выставки, но поскольку Аллочка, она человек очень творческий и не очень земной, скажем так, то она как-то не подумала о том, что надо правильно оформить ввоз этих картин. И ввести-то она их ввезла, а вывезти она их уже не смогла. Ну потому что, видимо, они все-таки определенную ценность представляют, как мы убедились. Раз, ну, их бы не выставляли ни в Архангельском, ни в музее Цветаева, иначе вообще в Москве. В центре Солженицына она выставлялась. И таким образом, да, картины она вывезти не могла, но где-то их надо было оставить. А вы знаете, что Израиль страна маленькая, но достаточно такая вместительная. И на одном этом пяточке собрались люди абсолютно с разных концов мира. И получилось так, что Алла Судас ввела с пермиками. И, ну, люди живут в Перми, в Израиле, ездят туда-сюда. И ей пришлось составить картины, у нее появилась возможность составить картины здесь, в нашем городе. У нее было в нашем городе несколько встреч. То есть, ну, город наш как-то вот в ее судьбе оказался не случайным. И есть у нее здесь друзья и поклонник ее творчества. Но как-то широкого такого вот показа работ не было. Ну, это все достаточно сложно и громоздко. И я еще раз хочу сказать спасибо за внимание вот Центру городской культуры. Потому что великолепно они оформили выставку. И мы еще будем говорить, когда об особенностях ее творчества, вы поймете, что попали просто в яблочко. Я хочу начать наш петчер с пермского диптиха, который она написала вот под впечатлением своего приезда в Перми. Сегодня читает стихи Анна Липницкая, будет Елизавета Шейко. Пермский диптих. Распорядись, распорядись, Сохранный храм переведи, Чтоб даль подчеркивала ловысь и перспективы впереди. Сквозь обморок и морок туч Просей последнее тепло И шапку леса нахлобуч Чтоб землю ветром не снесло. Над камой капает и льет Обзор на много-много верст Вокруг пейзаж и чист, и пестр. А по реке, который год, Советский пароход плывет. Уральская осень и окрас День украшает и дробит. В музее спит иконостас. Под слоем пыли мирно спит. Поскольку днем колхозники трудились, Им по ночам молиться разрешалось. Таков был Пермский край сороковых-пятидесятых. Советский в небо устремлялся гимн дневной, А по ночам сиял межзвездный хаос, Перекрывая суть вещей проклятых. И слышно до сих пор, Как всенощное бденье Над лесом поднимается с луной Между молитвой с антифонным пеньем Разлит высокий северный покой. Здесь в каждом дереве сокрыты изваянье, Ступни тяжелых ног и крепь голов, Ночное потаенное свидание Со сказками невытесненных снов. АПЛОДИСМЕНТЫ